Можно подумать, что это декорации к фильму ужасов, но нет. В таких условиях обитают люди в общежитии на улице Веселовского в Саранске. Заброшенная душевая на цокольном этаже. Здесь постоянно что-то течет и не всегда вода. Вот что успели снять местные жильцы пару дней назад, когда из душевой начали извергаться нечистоты. Вот душевой, посмотрите на первом этаже, там вообще караул что творится, вообще никто не убирает, никого нету. До ЖКХ не дозвонишься. Вот сколько раз звонили, вот соседи мои звонили, а толка никакого. Прямо над старой душевой живут люди. Перекрытия не удерживают зловоние. Запах и влажность поднимаются в комнаты. Последний раз ремонт в общежитии делали около шести лет назад. Но жильцы говорят, что хватило этого ненадолго. Вот как выглядит место, где приходится мыться сейчас. Из поломанной сантехники, не останавливаясь, течет вода. Помещение не успевает просыхать, поэтому стены покрылись толстым слоем черной плесени, которой нужно дышать, пока принимаешь душ. Во-первых, у нас моются дети здесь. Дышать нечем. Везде запах невыносимый. Ну что еще сказать? Проблема, большая беда. Если с коммунальным адом местные жители уже практически смирились, то счета за услуги их регулярно возмущают. Ведь им приходится оплачивать воду, которой они даже не пользуются. Но дом управления номер три жильцам общежития никак не помогает. Все жалуются, все звонили, а толку никакого. И краны текут, и сколько раз обращаемся. Они поставят на два дня кран за 300 рублей, а списывают по 3000 рублей. И вот куда нам обратиться? Из-за сырости уже трескаются стены и рушится штукатурка. Жильцы боятся, что в один день кому-то не повезет. Одна проблема накладывается на другую, но решать их пока никто не собирается. Ксения Бебинова, Евгений Фролкин. Наши новости.